Уважаемые коллеги, сегодня мы проводим очередное заседание нашей рабочей группы по разработке профессионального стандарта специалистов по внешнеэкономической деятельности. И сегодня мы его проводим в форме такого вебинара с привлечением наших территориальных торгово-промышленных палат. Отдельное спасибо за такое активное участие с их стороны. Я очень надеюсь, что по результатам нашего заседания сегодня будут очень актуальные предложения с тем, чтобы дополнить наш профессиональный стандарт таким образом, чтобы он получился у нас действительно взвешенным, сбалансированным, актуальным, а самое главное, рабочим документом. Перед тем, как мы приступим к работе, я просто хотел для тех, кто может быть только что, кто только подключился, буквально два слова сказать о предыстории этого вопроса. Почему, собственно, мы занимаемся разработкой этого профессионального стандарта? Дело в том, что в прошлом году, в июне месяце, на заседании Национального совета при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям был одобрен совет на базе Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по профессиональным квалификациям, торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности. И, соответственно, Торгово-промышленная палата была наделена полномочиями по разработке, актуализации и организации применения профессиональных стандартов, одним из которых, соответственно, и был утвержден профессиональный стандарт, специалист по внешнеэкономической деятельности. Соответственно, на базе Торгово-промышленной палаты при организационном участии Департамента внешних связей и работы с делами советами была создана рабочая группа. Рабочую группу возглавил председатель нашего комитета по интеграции внешнеэкономической деятельности Андрей Николаевич Спартак. В рабочую группу вошли также представители, соответственно, и компании, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, представители ведущих наших учебных заведений. В целом мы приступили к работе над этим стандартом с сентября прошлого года, у нас был составлен план. Соответственно, этапы плана мы занимались вопросами предварительной проработки этого вопроса. И если поближе к текущему моменту, сейчас мы находимся на этапе публичного обсуждения этого профстандарта с участниками внешнеэкономической деятельности, с тем, чтобы в формате обратной связи, соответственно, скорректировать и дополнить документ возможным образом. Хочу сказать, что были у нас очень такие жаркие обсуждения этого профессионального стандарта. Выяснилось, что действительно область профессионального знания достаточно понимаемая всеми по-разному. Может быть, в силу того, что у нас участниками внешнеэкономической деятельности, я имею в виду с практической точки зрения, являются и бывшие военные, и инженеры, и, соответственно, понимание, что, собственно, есть такой специалист по внешнеэкономической деятельности у каждого представления, исходя из тех, может быть, акцентов, которые в первую очередь связаны с непосредственно их работой. И тем не менее, по результатам всей нашей предварительной работы, мне кажется, что мы вышли на достаточно... Это уже второй уровень детализации и третий уровень детализации. У нас эти трудовые функции, они представлены уже в разрезе, соответственно, необходимых действий, трудовых действий, умений и знаний, которые необходимы для выполнения, реализации этих функций. Мне кажется, мы на уровне первом и втором достаточно неплохо и продуктивно проработали, обсудили это на заседании нашего комитета по интеграции внешнеэкономической деятельности. Здесь у нас получился, как мне кажется, хороший охват всех аспектов внешнеэкономической деятельности. Исходили мы, в принципе, из классического понимания процессов управления, а это планирование, исполнение контроля и анализ. То есть у нас есть блок, связанный с планированием деятельности, внешнеэкономической, и с конъюнктурным, и с маркетинговым анализом. Я об этом остановлюсь позже. Соответственно, мы обобщенные функции представили в виде уже трудовых функций. И сейчас, что нам очень важно, и где бы мы хотели действительно услышать мнение наших территориальных палат, мы находимся на этапе именно интерпретации этих трудовых функций в разрезе действий, умений и знаний. Здесь мы ожидаем, вот с привлечением наших территориальных палат, получить очень качественную обратную связь. И, соответственно, будем смотреть, учитывать это уже по тексту документа. В качестве организационной работы сразу скажу, что мы подготовили, и мы отдельно потом территориальные палаты направили, подготовили опросный лист, значит, где мы бы хотели, чтобы это было аргументировано и в письменной форме. Замечание, значит, по интерпретации соответствующих трудовых функций коллеги бы нам направили. Значит, вот вкратце я представил, значит, структуру документа. Я повторюсь, что мы, приступив к работе, имели целый ряд заседаний и в рамках нашей рабочей группы, и обсудили это на Комитете по интеграции внешнеэкономической деятельности. И сейчас вот предлагаем обсудить в более, скажем так, широком масштабе с привлечением территориальных палат именно с акцентом на третий уровень детализации, где нам действительно необходимо более, может быть, точечная, скажем так, поддержка со стороны бизнеса, кто непосредственно в регионах сталкивается с разными аспектами в контексте внешнеэкономической деятельности. Но по структуре документа, как я сказал, у нас первый уровень, вот он такой обобщенный. У нас пять обобщенных трудовых функций. Это проведение маркетингового и конъюнктурного анализа. Второе, это после, соответственно, маркетингового и конъюнктурного анализа мы переходим к разработке и реализации плана внешнеэкономической деятельности. Далее у нас непосредственно организация деятельности по маркетингу и продвижению продукции предприятия и организации на зарубежной рынке. Это очень важный блок, связанный с подготовкой и заключением внешнеторгового контракта. И следующее, это уже непосредственно сопровождение внешнеторгового контракта и аспекты, связанные с анализом его работы. Что касается самих трудовых функций, как я сказал, у нас их 26, которые, соответственно, распадаются на обобщенные трудовые функции. Ну, к примеру, проведение маркетингового и конъюнктурного анализа, как обобщенная функция, включает в себя следующие трудовые функции. Это сбор информации и состояние потенциальных зарубежных рынков, сбыта, либо закупок продукции. Тут надо отдать должное, я хотел акцентировать внимание, что мы понимаем внешнеэкономическую деятельность именно в контексте экспортно-импортных операций. То есть это и туда, и в ту, и в другую сторону. Соответственно, анализ требований внешних рынков продукции, определение конкурентных преимуществ продукции, подготовка предложений по диверсификации рынков сбыта, закупок, амалогации продукции, подготовка аналитических справок и отчетов. Тут такая предварительная подготовка для того, чтобы в целом понимать, скажем так, конъюнктуру соответствующего рынка и перейти к второму этапу, связанному с правильным планированием своей работы на рынках и с расставлением соответствующих акцентов и приоритетов. Соответственно, вторая обобщенная функция у нас разработка и реализация плана внешнеэкономической деятельности. И здесь мы видим следующие основные трудовые функции, это анализ общей стратегии развития предприятия. Соответственно, без этого не может быть и понимания внешнеэкономической деятельности. Анализ требований национального законодательства к экспорту и импорту продукции. Определение приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности по итогам работы, о которой я сказал выше. Анализ потребностей предприятия в государственной поддержке внешнеэкономической деятельности. Здесь хотел бы остановиться отдельно. Вы знаете, что у нас действительно уже несколько лет проводится работа по поддержке внешнеэкономической деятельности, особенно по продвижению нашей продукции на экспорт, по так называемой интернационализации наших предприятий. Сейчас у нас это все особенно в плане одного окна по продвижению наших предприятий на внешние рынки. У нас работает российский экспортный центр, который, кстати, тоже принимает участие в разработке и является организацией-разработчиком нашего стандарта. И здесь мы особо обратили внимание, что в контексте существующих инструментов государственной поддержки эта функция тоже необходима. То есть предприятие, в принципе, должно понимать, какие меры поддержки существуют с тем, чтобы наиболее эффективно выстроить свою работу. Разработка плана внешнеэкономической деятельности, организация и контроль реализации плана внешнеэкономической деятельности и анализ результата внешнеэкономической деятельности. Отдельный блок у нас по продвижению продукции. Здесь выбор определения наиболее эффективных каналов продвижения, участие и в выставках, ярмарках, и в торгово-экономических миссиях. Соответственно, взаимодействие с государственными органами и институтами развития. Это тоже очень важно понимать, как эти институты работают. Соответственно, своевременно предпринимать необходимые действия с тем, чтобы вписаться в соответствующие программы. Это тоже отдельная, так сказать, область, которую мы специально сюда добавили, исходя из особенностей текущего момента и той политики, которые правительство проводит по поддержке нашего экспорта. Подготовка и распределение маркетинговой, рекламной информации, определение потенциальных партнеров. Что же очень важно по итогам всей проделанной маркетинговой работы, по итогам участия в выставках, ярмарках, может быть, по результатам торгово-экономических миссий. Вот именно определить правильность для себя партнера в соответствии с тем, чтобы минимизировать какие-то негативные последствия. Организация участия в мероприятиях по сбыту и закупкам продукции, но это, в принципе, коррелируется с участием в мероприятиях по торгово-экономической миссии, выставочные и ярмарочные мероприятия. Отдельный блок, очень важный, конечно, это контрактная работа, подготовка и заключение внешнеторгового контракта. Это и подготовка коммерческих предложений и запросов, анализ коммерческих предложений, подготовка проведения переговоров, ну и согласование условий внешнеторгового контракта. И последняя у нас обобщающая трудовая функция – это сопровождение внешнеторгового контракта, куда мы добавили функции, связанные с организацией делового общения с контрагентом в ходе исполнения обязательств по внешнему контракту. Здесь же у нас вопросы связаны и с транспортно-логистическим сопровождением исполнения, это и вопросы, связанные с взаимодействием с участниками реализации внешнеторгового контракта. Здесь мы имеем в виду, в первую очередь, субподрядные организации, которые привлекаются, соответственно, для реализации, допустим, логистические, таможенные брокеры, кто обеспечивает реализацию. Мы так образно назвали взаимодействием с участниками реализации внешнеторгового контракта. Соответственно, введение внешнеторговой документации – это и контроль, допустим, документа оборота, связанная с отгрузками, с прохождением таможенных процедур и так далее. Ну и в целом контроль исполнения контрактных обязательств, имеется в виду, значит, претензионная работа, значит, вопросы, связанные с качеством поставленных, продукции со сроками исполнения обязательств и так далее. То есть в целом, как нам представляется, вот по итогам, повторяюсь, обсуждения в рамках и рабочей группы, и в рамках заседания нашего комитета, вот эти 26 функций, как нам представляется, вот в целом охватывает то понимание внешнеэкономической деятельности, которое мы сформировали, опять-таки опираясь на запрос бизнеса, на подготовительном этапе нашей работы, как я сказал, у нас был предварительный этап, перед тем, как мы подошли к разработке самого документа, мы по своим каналам попытались для себя сформировать представление, как бизнес видит специалистов внешнеэкономической деятельности, какие функции он должен выполнять. И вот на первом и втором уровне, скажем так, детализации, как нам кажется, вот документ, он охватывает все основные аспекты деятельности по внешнеэкономической, части внешнеэкономической деятельности. И вот третий уровень детализации, самый, может быть, объемный, и повторяюсь, где мы бы хотели видеть участие наших территориальных торгово-промышленных палат, это вот интерпретация с точки зрения умений, знаний и, соответственно, действий. На этом я хотел бы свое выступление, краткое вступительное слово завершить. У нас предварительно, да, кстати, хотел бы представить участников нашего сегодняшнего заседания. Олег Вячеславович Петров, это представитель ассоциации содействия участников внешнеэкономической деятельности в городе Москва. И у нас Зимин Виктор Алексеевич, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по проблемам качества и развития деловых услуг. И я хотел бы предоставить слово Олегу Вячеславовичу Петрову, который предварительно, я так понимаю, были какие-то предложения и замечания, ну и в целом по документу, если есть какие-то соображения, пожалуйста. И дальше прошу подготовиться, у нас записалась для выступления Астраханская торгово-промышленная палата. Далее будет предоставлено слово. Добрый день, уважаемые коллеги. На самом деле небольшой комментарий по поводу третьего уровня детализации этого профстандарта специалистов внешнеэкономической деятельности. По трем моментам. Несмотря на то, что в целом структурно этот документ, можно сказать, готов, мы считаем, что необходимо его еще доработать, а в частности уточнить алгоритм трудовых действий, то есть чтобы действие сотрудника соответствовало тому, что на самом деле им выполняется. И необходимые умения, а также необходимые знания также должны соответствовать трудовым действиям. Просто в некоторых трудовых функциях, если посмотреть, допустим, содержится одно необходимое умение или одно необходимое знание, что мы считаем не соответствует действительности. Конечно, специалист по внешнеэкономической деятельности должен обладать многими необходимыми умениями и знаниями, чтобы выполнять свои трудовые функции. Второй момент – это унификация терминологии, чтобы в целом по трудовому профессиональному стандарту совпадала терминология. Допустим, если в одном месте написана организация, то в других трудовых функциях также должна быть написана организация, а не предприятие или компания или что-либо четвертое. И третий момент – это доработка профессионального стандарта с учетом кратких рекомендаций Минтруда. Существуют краткие рекомендации. В целом они связаны, конечно, с терминологией, но также там содержатся иные их замечания, которые, конечно же, должны быть выполнены в профессиональном стандарте, иначе его просто не примут в мистерстве труда. Если выдаваться детали, замечаний, наверное, будет больше, в частности, это по трудовым действиям, но я думаю, это будет обсуждаться дальше. Да, вот я повторяюсь, третий уровень детализации, сейчас вот тот этап, который мы отрабатываем, и, повторюсь, будет направлен опросный лист, вот специально, так сказать, разработанная форма, где эти замечания нужно будет, это и, вот возвращаясь к организационным требованиям в части Минтруда, это будут те документы, которые в том числе будут подтверждать, вот, соответственно, организационные подходы к работе над документом. Соответственно, вот то, что вы сказали, это, конечно, очень важно, и вот в форме опросного листа потом надо будет представить свои комментарии. Далее я хотел бы предоставить слово Владимиру Сергеевичу. Владимир Сергеевич, спасибо, что вы с нами, и, пожалуйста, нам слово. Добрый день, коллеги, благодарю за представленную возможность. Значит, что у нас? Мы ознакомились с содержательной частью проекта стандарта специалистов по внешнеэкономической деятельности. Вот сейчас у меня передо мной текст этого профессионального стандарта. Ну и хотелось бы более, так сказать, конкретные свои высказывания, предложения по содержательной части. Вы знаете, впечатление такое, что речь идет вот о третьем уровне, что вы говорите, о трудовой функции, конечно. Впечатление такое, что делали как бы две организации содержательную часть. Вот трудовая функция 3.1.1, это самое первое, сбор информации о состоянии потенциальных зарубежных разбыта закупок продукции. То есть, три оборщенные трудовые функции А, Б и С делала как бы одна структура, и дальше Д и Г делала другая структура, я имею в виду организации. В чем разница? Вот давайте, коллеги, откройте трудовую функцию 3.1.1. Вот на ее примере. Что касается трудовых действий, но здесь как бы особых замечаний нет, возможно, что-то как специалисты могут добавить. А вот необходимые умения, обратите внимание, постановка предложения должна быть начинаться с глагола что делать, уметь, не работать, как ими существительные, а работать, создавать, подготавливать. Понимаете? Вот это, если вы посмотрите любой профессиональный стандарт другой профессии, других СПК, то вы увидите, что ни в коем мере нельзя турбулировку делать как существительное. То есть вы имеете в виду модальность именно трудовых действий, да? Да, только, нет, необходимые умения. Необходимые умения, посмотрите. Да-да-да, вот допустим, 3.1.1, да, вы говорите, это 3.1.1. Работать с данными информации. Работать с данными информации. Я понял, модальность, да? Да, с подрядчиками и так далее. Это первое, как бы, замечание. Второе, обратите внимание, вот специалист по внешнеэкономической деятельности, он начинает читать. Работать с данными информации. С какими данными? С какой информацией? Понимаете, это профессиональный стандарт, который должен иметь в своей, в своей содержательной части конкретно, ведь специалист по ВЭД, он в силу своего, своего профессионализма может понять один с такими данными информации, другой с другими. Если анализировать согласно трудовых действий, то здесь, конечно, немного расписано, какая информация, какие данные, но это не означает, что надо так высылаться, то есть, здесь нужно расписывать. Понимаете? То есть, какие данные, какая информация, потому что в силу своих знаний, повторяю, можно подумать, ну, каждый по-своему. Давайте посмотрим трудовую функцию 3.1.2. Опять-таки, необходимые умения, смотрите, необходимые умения. Опять, работа с данными информации, создание баз данных. Во-первых, работать, создавать, это я уже указал. Опять все то же самое, повторяется. То есть, содержательной части никакой нет. То есть, должны быть, так описаны трудовые функции, где они должны быть четко для пошагового применения специалисту В. Понимаете? 3.1.3, то же самое. 3.1.3.2 и так далее. А вот теперь откройте функцию трудовую 3.4.1. 3.4.1. Вот я открываю у себя, у меня на втором компьютере. И вы сейчас сразу, вот 3.4, обобщена трудовая функция. Открываем подготовку коммерческих предложений. Посмотрите сюда, необходимые умения. 3.4.1. Смотрите? Да, да, да. 3.4. Вот смотрите, необходимые умения. Владеть необходимыми программными продуктами там и так далее. Создавать базы данных в формате таблиц таких-то. Проводить то-то, определять характеристики контрагента. Владеть искусством состояния проведения официальной. Вот здесь видите, все расписано. Все понятно, что должен, так сказать, уметь специалист в этой трудовой функции. И так до конца, до функции 3.5.5. Вот эта часть замечаний абсолютно нет никаких. Может быть, специалисты, которые более конкретно по деятельности что-то добавят или что-то откорректируют, но по самой структуре стандарта это четко. Вот эта часть как бы сделана, но у нас, по крайней мере, замечаний никаких не вызвало. А вот первая часть, раз повторяю, 3.1.1 по 3.3.5, но надо обязательно переделать, содержать свою часть, а в частности необходимые умения. Но они выходят из трудовой действия. Я понял. Вот вам какая функция ближе? чтобы конкретно, допустим, по итогам нашего сегодняшнего заседания можно было сказать, что вы в форме этого опросного листа, к примеру, распишите свое видение по функции. Ну, вы знаете, честно признаться, вот я, например, являюсь руководителем центра оценки квалификации. У меня передо мной стандарты там токаря, фрезеровщика, судостроителя и так далее. То есть я специалист по, так сказать, оценке квалификации. Я больше чем уверен, в палате есть специалисты, которые... Я сказал, у меня есть специалисты, да, отдела ВЭД, мы можем, но вы знаете, когда мы... Одна из моих задач тоже вот перейти, ну, может быть, так это повернуть, это не вот с позиции рациональной критики, а вот, может быть, в более прикладную, скажем так, область. Хорошо, есть замечания там по модальности, может быть, по, скажем так, конкретизации каких-то вещей, но вот в плане кейс-стадии, да, вот взять одну функцию и вот, исходя из вашего опыта, вот представить ее вашей коллеге, это тоже будет учтено, соответственно. Согласен, мы, возможно, если вы нам поручаете, то мы постараемся, но я ознакомился с перечнем организаций, которые участвуют в разработке, но там солидные структуры. Более чем. В любом случае, мы говорим о том, что и опыт региональных палат, он нам необходим, поэтому понятно, что мы однозначно не можем сказать, что мы вот все, что вы напишете, мы так это все примем, но нам интересно не вот так вот, а именно получить содержательное и посмотрим, и нашим коллегам покажем, что есть специалисты не хуже и в регионах, скажем так. Ну, я с вами, но примерить только одну трудовую функцию, мы не готовы заняться в том, я поэтому и говорю, что вот какая функция, вот вы посмотрите и какую-нибудь одну возьмите и вот просто, что называется, с уровня с вашей квалификацией, мы вам направим, соответственно, форму. Ясно. Ну, вы согласны вот с этим замечанием, сами вот видите, так сказать, внешне, даже внешне это видно, что, во-первых, еще второе, как глагол надо сделать, то есть, что делать, уметь, а дальше расписать эту часть, какие данные, какая функция, какая информация, по шагам, понимаете? Согласен в той части, что, как вы правильно заметили, у нас коллектив такой большой, им всех сорганизовать, все люди творческие, и имеем эти профессиональные стандарты, тема для нас новая, и поэтому, я вот тут уже в узком кругу привожу вот эту известную пословицу, поговорку, в известной степени мы переходим реку вброд на камне, вот в том числе и вот итерационно, привлекая вот и в данном случае специалистов с наших территориальных торгово-промышленных палат, набираем соответствующую массу, скажем так, предложений и замечаний с тем, что вписаться в те требования, которые у нас удовлетворит, там, предъявляет к разработке подобного рода документов Минтруда. Поэтому, все это приветствуется, поймите правильно, что, повторяюсь, у нас и коллектив большой, и каждый по-своему, и мы работу организовали таким образом, что у нас отдельные, скажем так, блоки, брали на себя, соответственно, профильные предприятия, либо вузы, поэтому я не исключаю, может быть, и справедливо, что было замечено, по каким-то блокам, может быть, скажем так, качество подготовки, оно, ну, отличается в силу того, что действительно разные акты и разные зоны были у соответствующих организаций разработчиков. Поэтому, ну, чтобы повернуть это все в практическую плоскость, я бы очень хотел, Владимир Сергеевич, чтобы вы посмотрите, какая функция вам, так сказать, ближе, и вы тоже, что называется, проявили вот свою компетенцию, мы это все учтем, и, соответственно, вот вы будете включены в список организаций, которые приняли участие в разработке этого стандарта. То есть, это очень важно, потому что понятно, что основной массив, скажем так, организационной работы, он на нашем федеральном уровне, но палата отличает в целом за разработку этого стандарта, а палата, как мы на разно уродные мероприятия говорим, что это система торгово-промышленная палата, это в том числе и наша большая семья, да, и федеральные торговые промышленные партии. Поэтому, вот мы, собственно, поэтому и инициировали проведение такого обсуждения с вашим участием, именно для того, чтобы вас вовлечь в эту работу. Ну, все нам понятно, спасибо, потенциал имеется, мы подключим здесь кафедры и университетов, вот, и свои, так сказать, знания в этом направлении. Так что, мы сейчас определим струнговые функции и дополнительно, вот, с Митичевой, Мариной Владимировной, мы свяжемся. Владимир Сергеевич, единственное, именно по третьему уровню детализации, потому что мы уже предварительно вот эти все итерации прошли и мы, вот, не можем вернуться назад, поэтому, повторюсь, нет, а первому, второму уровню у нас приходят, замечаний нет, все сделано прекрасно, а вот дальше уже, я вам еще раз повторяю, открываешь каменщика, ну, допустим, третьего, четвертого подряда, судосборщика, там, штукатура, тополя, там все расписано. такие специальности, да, здесь, может быть, может быть и легче, да, вот так вот сразу описать навыки, умения. Ну, да, это более интеллектуальный, так сказать, здесь все-таки в этом и был такой, кстати, особенность крутящего момента, что все люди творческие, да, и каждый по-разному внешнеэкономическое действие. Кто-то ее понимает в первую очередь через организацию логистики, кто-то в первую очередь понимает через организацию, скажем, там, контрактной работы, да, или там кто-то говорит о том, что это, там, банковский сектор, без знания финансовых инструментов невозможно, да, заниматься внешнеэкономической деятельностью. Поэтому у нас в этом плане вот мы потратили определенные силы и энергию с тем, чтобы вот укомплектовать все наше представление вот в этих двух уровнях, скажем так, детализации по документам. Владимир Алексеевич, спасибо вам большое. Вот буквально еще одно замечание, прям буквально коротко. Дело в том, что вот эта вполне полная содержательная часть стандарта, она должна быть для центров оценки квалификации, чтобы эксперты оценили и видели, что для этой трудовой функции должен уметь знать и делать, понимаете, а не просто так. Я понимаю логику, да, и целевое значение этого документа, и, конечно же, чтобы дальше уже коллегам, я вот не зря в вступительном условии сказал, чтобы у нас документ получился взвешенным, да, самое главное, рабочим. Ну все, рабочие не отвлекают, спасибо. Владимир Сергеевич, вот у нас у Виктора Алексеевича, Московская Торгово-Промышленная Палата, есть к вам вопрос? Не вопрос, Владимир Сергеевич, огромное вам спасибо за участие, мы внимательно смотрим на экран, включенность стопроцентная ваша. И вы подняли сейчас вопрос очень существенный. Из практики внесения достаточно количества стандартов в Минтруд многие стандарты возвращают на работу именно из-за отсутствия от глагольных окончаний. Вот, вот, вот. Этот вопрос, который вы подняли, и вот можно ли высказать просьбу пройтись по всему стандарту, то есть поправить от глагольных окончаний. Эта формулировка с этой формулировкой 50% возвращается. В данном случае очень существенно. Очень существенное замечание. Все, хорошо. Спасибо, благодарю за внимание. Все, я отключаюсь. Спасибо. У нас еще есть время, я хотел бы пригласить к обсуждению стандарта нашей территориальной торгово-промышленной палаты, кто в сети и у кого есть какие вопросы. В любом случае, коллеги, повторюсь, что мы сейчас находимся на втором этапе разработки этого документа и в частности на этапе его обсуждения с заинтересованным профессиональным сообществом. во все территориальные торгово-промышленные палаты мы направим опросный лист. Соответственно, сам стандарт в преддверии нашего заседания был вывешен на сайте торгово-промышленной палаты в разделе комитета по интеграции внешнеэкономической деятельности. То есть, можно было ознакомиться с ним там. Дополнительно по всем участникам, кто подключился, кто, может быть, по разным причинам не смог этого сделать, мы отправим опросный лист. И это, собственно, та будет форма обратной связи, в которой мы хотели бы получить конкретно замечание по соответствующим разделам документа. Да, и когда просить представить вот эту форму и, может быть, акцентировать внимание с тем, чтобы избежать каких-то ошибок, неточностей. Уважаемые коллеги, добрый день. Еще раз, опросный лист заполняется совершенно в произвольной форме по тем трудовым функциям, включая обобщенные, трудовым действиям, умениям и знаниям, а также предложения по должностям, потому что в самом профессиональном стандарте, кроме этих функций, должны быть прописаны должности. Это пишется вот в основном блоке. А с правой стороны на заседании рабочей группы согласно методическим рекомендациям Минтруда это предложение может быть принято, отклонено, либо частично принято. Все, кто заполняет опросный лист, они вносятся в протокол и, соответственно, в приложение номер 3 и выступают в качестве эксперта. ниже рамки заполнения таких квадратика. Если эксперт разрешает его мнение публиковать, он пишет разрешаю, если не разрешает, не разрешаю. Дальше анкету обязательно подписывают той датой, когда был проведен анализ и ставится подпись. Опросный лист специально подготовлен в электронной форме. В некоторых случаях из практики его заполнение раздвигает вордовский файл, и он может занимать не только страничку, а и 2, и 3, и 5. Все зависит от того, какие предложения от вас поступят. Потом они анализируются и включаются. Да, вот выглядит так опросный лист. Вот так опросный лист. И вторая форма вот опросный лист. А вторая форма она специально сделана, отличается в вертикальном формате. Она заполняется присутствующими очно на заседании. Здесь будет детализировано уже дано по каждому трудовой функции, по каждому трудовому действию, по знанию и умению. И когда присутствующие находятся, они еще оценивают по десятибалльной шкале для фиксирования в протоколе актуальность, новизну, интерес, полезность и применимость данного стандарта. И оценивают свой уровень включенности как высокий, средний, низкий, нулевой. Вот такая форма дает возможность в ходе заседания рабочей группы, проведенного в формате профессионально-общественного обсуждения, провести такую еще маленькую деловую игру, в рамках которой эксперты рассказывают свои мнения, но еще и дают по улучшению этого. Спасибо большое. Спасибо, Виктор Алексеевич. Давайте посмотрим, есть ли у нас вопросы в чате. Хорошо. Хотел бы обратить внимание на те, скажем так, временные ограничения, которые у нас есть с тем планом, который утвержден и которые, собственно, на контроле у президента торгово-промышленной палаты. Мы в марте получается заканчиваем сборы и обобщения поступающих замечаний, и у нас на апрель время для итогового обсуждения проекта профессионального стандарта. То есть, если у кого какие-то будут замечания, я просил бы не откладывать, что называется, в долгий ящик, и вот буквально в течение двух недель постараться, оформив это, как вот уже было сказано, в форме опросного листа, направить Митичева Мария Вячеславовна, которая у нас в торгово-промышленной палате курирует организационную часть работы нашей рабочей группы. Ну, действительно, может быть, так вот сразу сходу так тяжело, может быть, без подготовки как-то вот подойти к осознанию этого документа. Повторюсь, действительно, что область профессиональных знаний такая, что представление у всех разное, и, говорится, об одном и том же, но с разных сторон заходят, и вот, может быть, так сразу какие-то вопросы сформулировать затруднительно. Я понимаю, что нужно время на осмысление, осознание всего сказанного сегодня, и, может быть, где-то еще дополнительные работы с текстом. Мы это все понимаем. Я думаю, еще минут пять мы будем в эфире, если не будет никаких вопросов. с нашей стороны, я думаю, будет предложение завершить работу нашей рабочей группы. Экси, что-нибудь, может быть, дополнить для наших территориальных торгово-промышленных палаток. Было замечание по поводу оформления необходимых умений, то, что не должно быть определенной формы, то есть, как вам сказано, оказать, а не оказание. В принципе, вот это все учтено, в частности, в наших замечаниях, и в этих замечаниях, которые мы уже представили, мы уже говорили, в частности, Марина Вячеславовна, они не содержатся. Также у нас есть замечания к трудовым действиям, необходимым умениям и необходимым знаниям, потому что к ним также предъявляются определенные требования. Допустим, трудовые действия звучат тоже определенным образом. Это не глагол, а, допустим, подготовка предложений и применение мероплощений взыскания к работнику. Такие примеры. необходимые знания тоже должны подходить к определенным требованиям. Далее, это замечания по поводу неясности, которые указаны, в частности, в трудовых действиях. Например, сказано в пункте 3.1.1 поиски, определения открытых источников информации, данных, систематизация и скоба доступности по ротам, обновляемые языки и так далее. Минтруд рекомендует не формулировать трудовые действия таким образом, он рекомендует, чтобы все речни были закрытыми, то есть, не должно быть так далее, тому прочее. Далее, не должны быть использованы по тексту профессиональные стандарты такие слова, как участие и владеть, то есть, прямо сказано слово, участие и владеть не используется в описании трудовых действий, необходимых умений и формировка обращенной трудовой функции. обращенной трудовой функции. Все это, в принципе, написано в наших замечаниях и, конечно же, в окончательном работе от него будет начинено. Спасибо. Ну да, я думаю, мы, в принципе, вот эти можем почистить, используя стандартную функциональность редактора Word. Хорошо, принимается. Ну, я думаю, что если нет вопросов, основные аспекты мы осветили, я хотел бы еще раз поблагодарить наши территориальные торгово-промышленные палаты, которые откликнулись, подключились. Признаться, какая воодушевляет участие наших регионов. 41 торгово-промышленная палата подключилась к участию в нашем сегодняшнем вебинаре. Ничего страшного, что вот именно сходу, может быть, не появилось никаких вопросов, тем не менее, повторюсь, сам профессиональный стандарт, он вывешен на сайте торгово-промышленной палаты в разделе комитета по интеграции внешнеэкономической деятельности и совета по профквалификациям. Если будут какие-то проблемы с поиском, Марина Вячеславовна может дополнительно сориентировать и отдельно адресно направить сам текст профессионального стандарта. Но по всем территориальным торгово-промышленным палатам, кто включился, их 41, повторюсь, мы направим опросный лист и будем ждать от вас замечаний вот именно по третьему уровню детализации с учетом вот тех нюансов модальности, о которых уже сказал Олег Вячеславович и Виктор Алексеевич. Всем большое спасибо. Если нет у участников нашего заседания каких-то замечаний либо комментариев, благодарю всех за участие, всем спасибо и будем на связи. Спасибо.